В саратовских дворах намечается большой ремонт. Следить за качеством, а также контролировать, чтобы работы стартовали как можно скорее, пока не начались осенние дожди, будут и журналисты. Наш телеканал продолжает реализацию проекта «Дворнадзор». В рамках специальной рубрики мы ежедневно показываем состояние дворов до ремонта, а затем проследим, как их будут преображать. И сегодня наша съемочная группа отправилась во дворы домов на проспекте «Энтузиастов» и улице Пономарева. По дороге из желтого кирпича эта машина не едет, крадется. Строительный мусор набросали сами водители, чтобы засыпать огромные ямы на проезжей части. Асфальта, говорят жители дома 33В по проспекту «Энтузиастов», здесь уже давно нет и в помине. Остались лишь песок и пыль. Постоянно пыль, люди дышат пылью, дети бегают в этой грязи, спотыкаются. Ну, то есть, все, весь негатив от этой дороги исходит. Дети играют в грязи, потому что больше негде, жалуются местные жители. Старую площадку, да и ту у соседнего дома давно срезали, чтобы отвадить хулиганов. Своей никогда не было, двор маловат. Была площадка у дома номер 18, дробь 10 по улице Пономарева. Теперь на ее месте автомобили. Можно здесь ставить и газели, и автобусы приезжают. У меня, кстати, фотографии даже есть. Автобус огромный, прямо вот посреди здесь стало, больно хорошо. Территория двора, говорят жители, позволит уважить всех. И автомобилистам хватит места, и детям. Главное сделать дорогу и пешеходные тропинки. В доме проживают в основном пенсионеры, для которых руины – труднопреодолимые препятствия. Шла с магазина, дочь моя, оскользнулась и упала после дождя. Грязь кругом была, и она упала. Хорошо, я говорю, ты хоть ногу не сломала, а то сколько денег надо. Тишину и спокойствие во дворе дома номер 17, дробь 11 по улице Пономарева уже почти неделю разбавляют задорные голоса и смех. Детскую площадку здесь уже установили по программе ремонта. Но рабочие то ли не доделали, говорят местные жители, то ли сэкономили. Качели расшатаны, они установлены и не зацементированы. Они шатаются, их убрали, потому что есть опасность, что упадут либо с детьми, либо на проходящих детей. Площадка установлена возле дороги, причем не огорожена. Ездят машины, не дай бог дети, выбегут и случится непоправимое. Хотя по документам, говорят жители, по всей видимости, отчитались, что построили целый парк аттракционов, который обошелся в приличную сумму. Когда с администрации приезжали представители, мне сказали, что она стоит миллион. Потом уже началось, что она стоит 560 тысяч. Где? Правда? И кто, сколько это оценивает? И понятно. По словам инициатора проекта «Наш двор» Вячеслава Володина, уже известно, в некоторых дворах сметы на ремонт завышены. На 6, а то и 10 процентов. Анализ составили эксперты технического университета. Но жители, по словам Вячеслава Володина, не специалисты, а потому нужен жесткий контроль со стороны власти. Просто деньги вот таким образом растащат, меньшее количество дворов будет отремонтировано. Поэтому, конечно, это ненормально. Ненормально. И здесь нужно будет тому же городу исходить из того, что вот этот вот анализ, если он не будет учтен, он будет просто передан в прокуратуру, а дальше уже будет назначена экспертиза тех проектам, которые, по мнению специалистов, являются завышенными по цене. Внимательно следить за качеством и теперь еще и стоимостью работы инициатор проекта «Наш двор» Вячеслав Володин попросил лично губернатора и главу городской администрации. Наш телеканал также не останется безучастным. В рамках рубрики «Дежурный репортер. Двор. Надзор» мы покажем, какими были дворы до ремонта, и проследим за всем процессом, чтобы ни одна копейка не прошла мимо двора. Станислав Жижин, Роман Пронин, Саратов-24. Программа, в рамках которой будут приведены в порядок придомовые территории, рассчитана на три года. Работы будут вестись до тех пор, пока не будет отремонтирован каждый двор. Саратов-24 будет следить за качеством проводимого ремонта, и чтобы выделенные деньги потратились исключительно на нужды дворов. Мы продолжаем проект «Двор. Надзор». Ежедневно к нам в редакцию поступают десятки писем и звонков. Если вы уверены, что вашему двору срочно необходима реконструкция, вы готовы рассказать об этой проблеме, пишите нам на почту инфособака.саратов24.tv Выкладывайте в социальные сети фотографии своего двора и ставьте хэштег «Двор. Надзор». Оставляйте заявки на участие в проекте по телефону 705-755. Каждая поступившая заявка будет рассмотрена. О дворах, которые особенно нуждаются в срочном ремонте, мы будем рассказывать ежедневно в наших выпусках новостей, чтобы эти придомовые территории попали в план реализации проекта «Наш двор». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...